Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис и вместе со мной сегодня работает оператор Александр Худяков. Кадры дня, с которых мы начнем сегодня, можно объединить общим заголовком «Не верь глазам своим». Вот первое фото от Ларисы Назаровой. Читаем ценник «Морковь мытая». Смотрим на эту морковку, кто ж ее мыл-то. А вот еще одна фотография от Татьяны Мальцевой. Если верить вывеске, то одежда мужская. Такая ничего, мужская одежда. Вывоз снега на снегосвалку – это работа. А работа, естественно, стоит денег. Но иногда, если включить голову, можно немножко схитрить. Именно так и поступили коммунальщики здесь. Видимо, название улицы подсказало – «Халтурино». Вот и схалтурили. Вместо того, чтобы снег вывозить, свалили его вот здесь, рядышком с хоккейной коробкой, на спортивной площадке со словами «А кому она вообще, в принципе, зимой нужна?». Если хоккейную коробку как-то расчищают, то вокруг сплошные горы грязного снега. Причем в том, что хоккейную коробку почистили, заслуги коммунальных служб нет. Ее поддерживает в более-менее приличном состоянии на абсолютно добровольных началах пенсионер Михаил Анатольевич Чадаев, который живет неподалеку. И он страшно возмущен тем, что происходит. Они что, взяли этот весь снег грязный, тут дети в нем ползают, а от него – это же отработка, фактически, от автомобилей. Химия, все это на каток тянет, когда ветер меняется. Тут, ну, это самое, на дороге. Ну, почистили, конечно, хорошо эти машины, я не спорю, но это надо вывозить сразу. А эти отходы они тут бросили. В общем, еще раз повторимся. Схалтурили коммунальщики на улице Халтурина. Ровненько напротив домов 10 и 12. К дом номер 17 по улице Циолковского дежурный по городу как на работу катается. Про эту старенькую общагу можно снимать целый сериал коммунальных ужасов. Первую серию мы вам уже показывали под названием «Сосульки на крыше», которые так никто и не собрался почистить. Но это далеко не все. Давайте смотреть дальше. А вот вам вторая серия этого фильма коммунальных ужасов. Это лестница в первом подъезде. Лестница, на которой ноги переломать легче легкого. И повторимся, это далеко не все. Здесь на Циолковского 17 впору снимать длинный сериал коммунальных ужасов. Так что продолжение следует. Напоследок и всегда по понедельникам дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Нынче победителем становится Надежда Быстрых. Она прислала очень трогательную фотографию под названием «Кудрявый забор». Ничего рукотворного. Постаралась природа. Надежда сфотографировала. И сейчас ей достается вот этот вот стол-книжка от мебельного центра «Наша фабрика» на Соликамской 271А. Здесь есть все. Кухни, спальни, гостиные, детские. Отличное соотношение цена-качество. Приезжайте за своей мебелью на Соликамскую 271А. И на этом Игорь Гиндис и Александр Худяков заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете и группу ВКонтакте. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну а на сегодня это все. Спасибо. Удачи. Пока.